Что же за монстр здесь под капотом? Сюда не пролезает 5000 рублей. Ford Mustang выглядит рядом с Lada просто куском говна. В общем, они нарастили сзади вот этот вот утиный хвост 300 км в час. Привет, это передача про самые дорогие и редкие автомобили в России. Мы специально приехали в Самарскую область, чтобы снять для вас самые необычные и редкие Lada. Но эта поездка была бы неполной без этой машины. Самая крутая Lada Priora в России. Не тронута только крыша, а все остальное совершенно не похоже на твой автомобиль. Это Lada Priora 2009 года в комплектации люкс. И в те благословенные времена это означало ряд совершенно прекрасных вещей. Зеркальце в козырьке переднего пассажира. Электрические стеклоподъемники даже в задних дверях. Да-да, мы не ослышались. И даже обогрев сидений. Это Ferrari? Нет, это Priora. Никогда не слышала. Все это и другие опциональные детали превозносили комфорт Priora до небывалого уровня. Казалось бы, ездить и ездить. Но в итоге комфорт и эта машина оказались на разных плюсах. Все началось с того, что ребята совершенно случайно купили обвес от Priora, которая участвовала в VTCC. Но в конце они практически полностью переделывали его заново. И здесь ряд необычных деталей. Например, крыло. И вот это расширение. Это одна единственная деталь, которую просто стилизовали под две, скрепленную болтами. Моя любимая деталь машины – это усилитель бампера, поверх которого просто накладку металлическую сделали с дырками, чтобы это выглядело, как, не знаю, какая-то авиационная деталь. И здесь же губа сплиттера, которая, собственно, прижимает передок к асфальту на большой скорости и усилена специальными держателями, чтобы ее не оторвало на скорости 300 км в час. Ну, а максималки чуть-чуть попозже. Крылья сожрали столько места, что вытеснили замок задней двери на 6 см вверх. Он должен быть ниже. И окончательно съели место с лючком бензобака. Где теперь заправляется машина? Угадайте, конечно, в багажнике. И, конечно, сзади мощное, развитое антикрылое или спойлер. Блесни знаниями, напиши в комментариях, чем они отличаются. Чуть позже правильный ответ. В общем, они нарастили сзади вот этот вот утиный хвост, который прижимает зад к дороге на тех самых пресловутых 300 км в час. И боковой выхлоп, как у гелика, довольно забавно, потому что у гоночной приоры выхлоп был сзади, а здесь машина сидит так низко, что балка задней подвески не дает нормально провести трубу назад. Ее выверят сюда. Собственно, нержавейка, прямоток, пламя-гаситель, все пироги. Единственная разница в том, что у гелика выхлоп с двух сторон, а здесь только с одной. Ну, лада. Задние диски от Форда Мустанг 90-х годов. И это тот случай, когда Форд Мустанг выглядит рядом с Ладой просто куском говна. Эй, нормальные диски поставь, да? Ребята сделали все четко, заполировали полку, и здесь вот, смотрите, какая нарядная центральная гайка. На самом деле, вот эта штука отвинчивается, и там просто пять стандартных болтов. Резина, полуслик Кикохама Адван. Посмотрите на этот протектор. Ездить в дождь на таком будет очень жестко, но площадь контакта резины с асфальтом здесь гораздо больше, чем у твоих шин. При этом это всего лишь 17-й диаметр. Но посмотрите, вот на этот зазор между кузовом и шиной сюда не пролезает 5000 рублей. Глядя на задние двери, их просто страшно открывать. Часто у гоночных машин их заваривают, чтобы увеличить жесткость кузова. Но здесь очень аккуратненько открывается. Но посмотрите, как страшно арка лежит на колесе. А внизу у нас дренажное отверстие, чтобы не скабливалась влага. Ну что, оценим люксовую комплектацию Приоры. Вы меня с кем-то путаете. Мне нужна информация. Я ничего не знаю. Не заставляй меня читать тебе книгу Бузовой. Нет! Может ты хоть Стаса Михайлова послушаешь? 20 лет в пути и 2 диска плюс DVD с концерта. Ладно, ладно, я все скажу, я все скажу. Если на сайте Автодок вы купите масло Момил 1 или Мобил Супер в промоупаковке 4 плюс 1, то вы получите 5 литров масла, а заплатите только за 4. Что происходит? То есть 1 литр масла вы получите совершенно бесплатно. Да что здесь происходит? Спеши! Ведь прямо сейчас, покупая на Автодоке 5 литров масла Момил 1 и Мобил Супер, ты платишь только за 4. Литровая канистра этого же масла идет в подарок. Количество промоупаковок ограничено. Акция уже началась и продлится до 30 сентября. Всем может не хватить. Какой адрес у магазина? Это в интернете. В интер... Где? Ну прежде всего руль. Гоночный руль, как говорят итальянские автолюбители. Настоящий мужчина должен умирать от удара головой об руль без подушки безопасности. Здесь же фрезерованный рычаг механики. Ряды в коробке укорочены, так что тачка едет пободрее даже и за счет коробки передач. И что меня больше всего впечатляет, это количество кнопок стеклоподъемников. Их как минимум 6. Не знаю. То есть, видимо, приор настолько крута, что здесь открываются даже задние форточки. Короче, это оказалось пневмо, ребята. Вот здесь сверху манометры, которые показывают давление. В остальном это родная приора с очень мощной прокачанной акустикой. Я бас и качет в сети Аксиноны. Мы на приоре. И сидениями стандартными. Здесь стандартные салазки и основа. Но каркас, ребята, сделали усиленный, расширенный. То есть, это кастомизированные родные приоровские сидения. Ну и зацените, здесь все по элиточке. Собственно, в цвет кузова покрашена и центральная консоль. В остальном рассказывать просто нечего, потому что это старая, добрая, знакомая приора, которая еще и дополнена зеркальцем у переднего пассажира, как вы помните. Ну, на самом деле, ребята из Whiteworks, которые делали приору, делают часто совершенно невероятные какие-то вещи. Вот, например, другие диски. Они сделаны на основе штамповки. На 14-х штампах. Все же любят 14-е штампы, да. Собственно, машину сделали ребята из Whiteworks в Самаре. Они делают и гоночные детали из карбона для автоваза. Они делают свои ковши. Другие детали с нуля любые под заказ. Делают проекты, начиная с эскизов и заканчивая вот этой готовой машиной. Так что, если что, ссылочки на них будут в описании. Спасибо, что они нам дали возможность поснимать эту машину. И у вас может возникнуть вопрос, что же за монстр здесь под капотом? Давайте посмотрим. Собственно, под капотом ничего особенного. Задача была сделать именно лук крутой у машины. Здесь 1,8 расточный на дросселях. Мы не знаем конкретно, какая мощность. Видимо, до 200 лошадиных сил. И динамика быстрее 10 секунд, как мы понимаем. Но точных измерений никто не проводил. Но посмотрите каждую деталь этого двигателя. Просто можно смотреть на него и кайфовать. В итоге оригинальный гоночный обвес так сильно переработали, что он практически не похож сам на себя. Плюс добавили какие-то дополнительные детали сопряжения. Handmade, сделанные своими руками. Посмотрите, например, на эту самую, наверное, сексуальную здесь деталь. Ну и, собственно, здесь нет гоночного диффузора. Но здесь появились вот такие вот планки. С одной стороны, они как бы стилизуются под такие аэродинамические элементы. С другой, это чистый стиль. И, собственно, название компании, которая их тоже сделала собственными руками. Бампера тоже переделаны до неузнаваемости. Например, вот эти вот отверстия, которые подчеркивают такой спортивный дух этого стиля. Спереди тоже здесь вырезали все. Появился дополнительный воздуховод для охлаждения двигателя. Все это выглядит круто по гоночному. И в итоге приора выглядит просто невероятно круто. Кстати, напиши в комментариях, какая модель Lada круче всего выглядит в тюнинге. Классика из долевых, может быть, современная Веста. В следующем выпуске подсчитаем, какую тачку вы любите больше из этой модельной линейки в тюнинге. Ну, реально интересно узнать. Кстати, подписывайся на нас, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что мы постоянно в поиске самой крутой и интересной годноты для тебя. И не забывайте сходить на наш инстаграм, потому что там каждый день происходит экшен, веселье и новости каналов. И я совершенно не лукавил, когда говорил, что здесь осталась стандартной только крыша. Даже эти зеркала, они взяты от другой модели Lada, от Гранты Liftback, но они не подходили к кузову. И ребята из Whiteworks, опять же, сделали эту деталь с нуля, чтобы все выглядело в едином стиле. А нам лишь только остается послушать, как звучит эта малютка, самая крутая приора в России с прямотоком. А ты подписывайся на канал, оставайся с нами, потому что впереди будет только интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!